Ну что ж, долгожданный влог. Очень надолго я пропал, потому что почти на месяц меня не было. Я все думал, как что лучше сделать, как изменить формат ведения видео на ютубе и в телеграме начать уже хоть что-то постить. И наконец-то все придумал. Сегодня воскресенье, и я опять раскрываю долги. И я не понимаю, все-таки это какой-то кошмар для меня. Столько всего просто накопилось, особенно по биологии. Особенно это биология, чертова. Сколько там мучить, это просто ужас. Но за сегодня надо большую часть разгребсти. Еще, мне кажется, по предыдущей дня мы говорим. Ну ладно, поехали. Это будет безумно интересно. Сегодня воскресенье. Я надеюсь, что я в понедельник уже выложу этот влог. И уже будет как-то хоть какой-то график у меня, чтобы я чаще выходил на ютуб. Ладно. Сейчас будем смотреть вебинары по химии, потому что по химии меньше всего долгов. И... Что я хотел сказать? И надо сейчас по-быстрому закрыть химию и начать биологию. Сматерился бы, но пока не буду. Ладно, поехали. Смотрите. Кстати, что еще хотелось сказать. Я словил такой период прокрастинации. Вообще... Такого, конечно, давно у меня не было. Наверное, это было видно, да? Я уже ранее говорил о том, что долго не было видео. Кучу долгов, как всегда. И, конечно, давно я не испытывал всех этих чувств, всю эту прокрастинацию, но... Как-то... Надо как-то уметь перебороть себя. Как-то заставить себя это сделать. Мне кажется, это единственный способ, как поворотить эту прокрастинацию. Потому что ты мозгами понимаешь о том, что нужно это делать. Потому что тебе давать экзамены, и как-то дальнейшее твое будущее зависит сейчас по большей части от набранных хорошо баллов на этом чертовом ЕГЭ. И... Наверное... Надо заставлять себя просто посадить себя уже и сделать это наконец-таки. Наверное, это самый правильный выход из этой ситуации. Ну, вот как я думаю. Просто... Не знаю, я не помню, где я услышал эту фразу, но... По большей части, наверное, она меня замотивировала сейчас сесть, начать снимать видео, и начать уже разгребать все эти долги, от которых тут невиданная туча. Эта фраза... Нужно просто пахать свою мечту. Наверное, не знаю, мне кажется, такая простая фраза, но как-то на меня она очень сильно подействовала. Ну, ладно. Минутка философии или что-то психология закончилась. Надо за вебинар. Ну что, я досмотрел 10-й и 12-й вебинар. Осталось еще два. Ну, эти два вебинара по... Как это называется? По задачам. А задача это боль моя. Огромная боль. И я думаю, что я сейчас напишу конспекты и выполню ДЗ, а потом перейду к этим оставшимся двум вебинарам. И будут эти задачи. Ну, потому что я думаю, это будет самое правильное в данном случае решение. Ну, ладно. Переходим к домашке и конспектам. Время 12 ночи. Я доделал тока химии. Нужно еще сделать первое вебинар. Вообще у меня в планах было посмотреть 4 вебинара. Но мне кажется, это что-то из нереального. Потому что, я не знаю, это 8 часов. А у меня уроки начинаются 8.30. Поэтому надо хотя бы вебинара 2 точно посмотреть сегодня. О боже, это просто какой-то кошмар. Ну, ладно. Надо сегодня. Сегодня я буду смотреть два вебинара. Допишу конспекты. А, я не дописал конспекты по химии. Я сделал дизайн, но не дописал конспект. Ладно, сейчас тогда досмотрю два вебинара, напишу конспект. Если останется время, то пойду посплю. Все планы грандиозные. Ну, ладно. Начинаем смотреть вебинар. Как вы заметили, я уже в своей комнате. Я досмотрел вебинар по биологии. Один из восьми. И поэтому уже сегодня все буду заканчивать. На этой неделе, наверное, выйдет два видео. Вот это вот с химией. И еще одно. Чисто с биологией. Поэтому сейчас я, наверное, пойду благополучно спать. Потому что что-то уже вообще ничего не подрожило. Уже два часа ночи. Поэтому всем спокойной ночи.